давайте поговорим о еще нескольких приборах точнее таких неких подкатегорий динамических плагинов то есть плагинов для работы с динамикой звука о которых мы еще не говорили которые тоже стоит здесь рассмотреть в рамках этого курса первое тип это transient дизайнеры наверняка вы тоже с ними сталкивались если нет то я сейчас расскажу для чего они нужны очень полезные плагины для барабанов например вообще must have я считаю я и мы очень часто пользуюсь давайте на примере рабочего барабана посмотрим тренде дизайнеров очень много то есть есть и waves и ну практически у всех производителей есть этот тип плагинов что он делает он анализирует входящий сигнал и разделяет его на атаку то есть это тот самый transient про который я говорил который мы в уроке по компрессии усиливали с помощью атаки на компрессоре например на бочке вы помните щелчок то есть этот плагин он автоматически анализирует вот этот сигнал и разбивает его на момент атаки и на момент релиза или сустейна у всех по-разному называется но как правило так и сустейн то есть у стейн это то что у нас тянется после атаки а так это сам момент щелчка и мы можем отдельно воздействовать по громкости на эти два элемента то есть мы можем атаку сделать меньше она будет мягче у нас будет как бы такой плавный въезд в звук то есть мы будем кого снижать вот это атаку звук будет более плавный и усиливать теперь состоянии сделать громче вот это вот этот хвост то есть нас сейчас получается очень тихая атака и очень громкий хвост который будет затухать громко получается опять же меняется характер динамический самого звука именно внутри него как он устроен вот на перкуссии это особенно хорошо заметно с точки зрения атаки давайте послушаем сейчас я попробую выделить атаку услышан такой щелчок появляется резкий и попробую сейчас убрать его то есть так звучал из исходный звук а так с убранной атакой то есть у кого-то въезжает чуть по громкости к вот у нас такой фейдын некоторые некий стоит на каждом из ударов и то же самое с сустейном то есть мы можем его ослабить оставив только атаку например убрать ненужный ревер или слишком длинный хвост у звука или сделать его просто тише либо наоборот его усилить то есть очень полезный прибор это конечно этого же всего можно конечно же добиться и с помощью компрессора как я показывал но просто компрессор более восприимчив к уровню удара а в то время как трендинг дизайнер он менее восприимчив то есть в принципе анализирует любой сигнал тихий громкий который не поступает и увеличивает то есть он в любом сигнале выявляет что является атакой что является сустейном и с ними работает в то время как компрессор работает только с тем что превышает порог нами установленный как вы уже знаете поэтому во многих случаях вот когда нужно подчеркнуть атаку я лично люблю использовать именно трензин дизайнеры помимо того что я добавляю конечно же атаки на компрессоре но трензин дизайнера всегда дорабатываю если мне не хватает например в общем миксинг протеряется рабочий барабан я чуть-чуть усиливаю поставив в конце после всей обработки еще и трензин дизайнер и добавив атаки например также полезный прибор для работы с сэмплами про если вы электронной музыкой занимаетесь очень часто сэмпл бывают хорошие имеет хорошую атаку но очень длинный или ненужный какой-то гудящий хвост и можно его просто сделать тише оставить атаку можно вовсе убрать можно наоборот оставить только хвост убрать атаку подмешать другому сэмплу то есть очень масса возможностей есть и очень полезный прибор я советую хотя бы один иметь у себя в коллекции следующий тип это экспандеры и гейты назвать теперь поговорим про гейты это такой тоже часто встречающийся прибор он позволяет в первую очередь убирать шум и опять же это очень полезно для барабанов но здесь у нас например не самый лучший потому что здесь нету прям таких проникновения других инструментов но часто бывает барабанной записи что у нас попадаются шумят какие-то другие элементы барабан установки между ударами например рабочего барабана и можно поставить например гейт ну допустим от пап фильтра я возьму где можно установить порог опять же порог срабатывание гейта только он работает наоборот он все что выше порога он оставляет без изменений а все что ниже порога он просто напрочь заглушает то есть просто убирает мы не слышим ничего что опускается ниже порога давайте послушаем вот сейчас я даже для усиления эффекта чтобы было послышнее я поставлю трендинг дизайнер то усилит этот сустейн шум давайте послушаем без гейта то есть вот этот реверверсионный хвост сейчас усилил в сэмпле и давайте как будто мы хотим от него избавиться кого-то у нас сэмпл такой есть изначально мы хотим избавиться от этого шума с помощью гейта то есть вот здесь в первых от фильтра очень наглядно показано видно что а так вот это она громче нашего порога threshold от этот хвост он тише и мы его не слышим уже все остальные органы управления те же самые то есть тоже атака то есть насколько резко у нас угасает этот звук релиз это если мы не хотим чтобы вот так вот резко давился звук давайте послушаем еще раз потому что звучит неестественно давайте чуть-чуть увеличим релиз и у нас этот спад будет более плавный спад громкости то есть когда я делаю долгий релиз у нас практически остается исходный звук от этого ревера когда быстрый то она сразу уходит таким образом можно очищать файлы от ненужного шума каких-то низко низкоуровневых призвуков но опять же это работает только тогда когда у вас реально динамическая разница между тем что вам нужно оставить и тем что от чего нужно избавиться в данном случае разница есть динамической поэтому гейтом легко это все убирать но если же уровень посторонних шумов примерно на том же уровне что и полезный сигнал то к сожалению убрать это не получится очень хорошо здесь также есть не то есть тоже колено которая собственно у нас отвечает за плавность этого спада громкости то есть по сути это что-то типа компрессора только наоборот то есть он оставляет громкие части превышающий порог а все что тише он наоборот трогает и у их еще больше уменьшает то есть они были так тихими а так он их вообще в минус бесконечность то есть полностью их убирает по громкости это гейт с каждым обновлением секвенсор logic про обрастает все большим количеством функций меню инструментов а вы до сих пор не можете понять как все это выучить и самое главное как использовать на практике никаких проблем я подготовил для вас максимально подробный видеокурс состоящий из нескольких частей в котором в мельчайших деталях разбираю все возможности секвенсор logic про в теории и на практике каждая часть продвинутого курса logic про это отдельный мини курс поэтому можно смотреть в любом удобном порядке ну а после просмотра всех частей курса вы сможете считать себя самым продвинутым пользователем logic про а процесс работы с музыкой станет гораздо быстрее насыщеннее и увлекательнее не откладывай обучение на потом начни прямо сейчас ссылка в описании к этому ролику expander это что-то типа того же одно только там можно работать именно в том режиме что наоборот усиливать общую динамику то есть если гейт именно направлен на то чтобы понижать то что ниже порога то например у экспандеров есть такой формат как отрицательная рейша сейчас я покажу на примере возьмем опять нашу бас-гитару например вот есть такой компрессор от озон я сразу настроил здесь частотную полосу вообще multiband компрессор но я сейчас его сделать такой некий сингл бэнд чтобы было понятнее поставил на соло режим эту полосу и вот у меня есть здесь все те же параметры правильный здесь есть лимитер здесь компрессор тоже гейт есть и вот возьмем компрессор как мы видим здесь нас можно поставить классическое соотношение там 4 к 1 8 к 1 сколько угодно также мы ставим здесь порог срабатывания то есть вот здесь порог и здесь на графике все это видно то есть мы видим что у нас 4 к 1 вот это поэтому линия у нас наклонны то есть все классическое как мы уже видели теперь если я поставлю отрицательное значение как мы видим у нас другая сторона поднимается то есть что это означает это означает что разница в динамике у нас будет только усиливаться то есть то что было громким в исходном сигнале станет еще громче а то что было тихим станет еще тише это бывает очень редко когда нужно этот плагин прям необходимо использовать где-то в своей работе но бывает такое что вы получаете какую-то запись в которой вроде есть какая-то какой-то намек на динамику но он очень маленький очень слабый то есть например ну слишком пережали компрессором там какой-то какую-то партию во время записи такое бывает и если есть хотя бы минимальные какие-то перепады все-таки в этом звуке в исходном есть то можно их еще усилить то сделать чуть более еще динамичным перехода от тихого к громкому использовав такое отрицательное отрицательную компрессию то есть отрицательный параметр рейшу давайте послушаем на примере бас-гитары то есть так вот она звучала в исходном виде когда у нас нет вообще не компрессии не не экспо не экспансии ничего вообще здесь тоже нужно грамотно настроить порог чтобы именно transient усилился нужный прошу прощения сейчас это было очень громко так на всех случая приберу громкость сделаю поменьше соотношение то есть слышно что эта атака стала больше стрелять а все остальное стало ну тише но опять же тут пример может быть не самый удачный потому что здесь бас постоянно играет когда у нас какие-то придут более длинные ноты тянутся в партии то там это будет более сильно услышал услышанные когда есть какие-то паузы здесь нас партия прям такая идет бесконечная поэтому компрессор не всегда успевает грамотно срабатывать и отпускать ну то есть опять же говорю это такое уже очень редко используемый прием но иногда совсем вот иногда он бывает нужен но я лично пока последний раз не помню когда последний раз этим пользовался реально на практике но тем не менее стоит знать что такой 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 тип антикомпрессии скажем так есть тоже и последний тип который можно сюда отнести это немножко затрагивает уже тематику следующей серии следующего выпуска просто сложным который будет посвящен модуляционным эффектом то есть это я имею ввиду динамические эффекты которые уже применяются во времени то есть которые как-то связаны с темпом например то есть например тот же самый тремоло возьмем тремоло эффект тоже перед поставим на вас гитару то есть мы создаем такую внутреннюю динамику путем таких вот колебаний громкости с помощью вот такого специального плагина тремоло например либо всем известные потенциальной музыки пример это с такой сайт чейн можно это сделать с помощью компрессора можно сделать с помощью специального прибора по поводу компрессора я покажу это в следующем заключительном видео по практическим советом а сейчас я покажу специальный при прибор для такой специальный динамический который тоже можно отнести к модуляционным прибором потому что он модулирует громкость исходя из темпа проекта давайте послушаем то есть я знаю этот эффект когда у нас какой-то инструмент или какая-то партия как бы так качается вместе с бочкой то есть бочка ударяет у нас в этот момент сигнал тихий а между ударами бочки он возвращается на свою громкость это так называемый эффект сайт чейн но по сути это тоже работа с динамическим диапазоном то есть мы расширяем делаем одну ноту тише другую громче ну что ж я думаю на этом все все остальные приборы мы рассмотрели и давайте в следующем заключительном видео я покажу какие-то основные приемы для работы с компрессорами и по сдам вам несколько советов итак увидимся следующем видео